Два месяца назад ночью жители дома по улице Мельника 1 проснулись от грохота, доносившегося с улицы. Под их окнами началась застройка придомовой территории. Увиденное повергло в шок. Спиливались многолетние деревья, уничтожали зелёные насаждения. Жильцам сообщили, здесь ведётся частное строительство стоянки для большегрузного транспорта. Начал её вести бывший депутат нашей администрации Ювченко. Он объяснил, что он эту территорию якобы взял в аренду. В течение двух месяцев мы собирали материалы, отправили в администрацию, нам обещали помощь, что это незаконно. До выборов здесь работы прекратились. Как только прошли выборы, через два дня был завезён сюда транспорт и начались вестись работы. Жители рассказывают, рядом уже есть автостоянка. На этом месте раньше была детская площадка, её просто снесли и закатали под асфальт. Теперь очередь нашла и до их зелёной зоны. Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы отстоять свои законные права. Речь идёт о нарушении экологии, о нарушении расстояния, которое должно быть. Здесь на нас никто не реагирует, абсолютно ни на какие просьбы, никакой реакции нет. Сегодня шёл замер земли под платанами многолетними. Платаны будут сноситься однозначно, потому что они будут мешать сюда заездам. Совершенно на наш взгляд не санкционированное строительство, так как мы считаем, что договор был заключён на незаконных основаниях. По генплану на сегодняшний день на этой территории зелёная парковая зона. Видим, что из этой зелёной парковой зоны сделали просто какую-то свалку. Опасаемся того, что условия для жизни будут просто невыносимые. Так как, представьте, вот эта огромная территория, расстояние от дома до этой территории составляет не более 13 метров. И представьте, здесь огромный комплекс, да, автостоянка. Самое главное, у этого дома на сегодняшний день нет площадки для детей. Здесь невозможно будет ни пройти, ни проехать, ничего. И опять-таки условия будут невыносимые для жизни. Обращаясь к строителям, предоставить разрешительные документы на застройку, в свой адрес жильцы слышали только упрёки и угрозы. Очень агрессивная и настроенная на злость. В общем, они отказываются говорить, кто заказчик. Они отказываются показывать документы, официальное разрешение на эту застройку и отвечают грубостью и хамством. Было нападение на женщину, вцепились в горло, пытались её задушить, вызвали милицию, майора вызвали. И он приехал, но никакой помощи не оказал. Они приходят к нам, как на работу. Один, второй, третий. Пришёл участковый, пускай они объясняют, зачем они ходят к нам. Я же не буду ходить к этому жителю, я пройду потом второй, третий придёт через каждые пять минут и что-то будет объяснять. Человеку понравится? Не понравится. Естественно, там они ходят к нам. Есть милиция, есть, я не знаю, кто, представители, власти там. Пускай обращаются, пускай им же объясняют всё или не объясняют. Причём здесь мы? Там нечего хотят. Ваш заказчик, вкусные события, то, что сейчас здесь происходит? Я же не знаю, кто здесь, что, милиция есть, как разбирают. Ну как вы можете не знать, если вы здесь, что, значит, вы пришли просто на подработку? Мы не на подработку пришли, мы просто решили помочь. Нас попросили, подошли, поможете? Мы поможем, а что нет? Изъявили желание помочь. По словам Дмитрия Белогорцева, депутата местного округа, о проблеме он узнал недавно. Жители позвонили. Сейчас устанавливается факт законности застройки. Привлечён юрист, направленный обращение в депутатский корпус и городские инстанции. В течение 15 дней будет ответ. Вот только жители опасаются, что не успеют сохранить оставшиеся деревья в своём маленьком парке и воплотить в жизнь мечту о строительстве детской площадки. Наталья Двойцина, Виктор Кислицын. Программа «Наше время».